шалом дорогие друзья сейчас мы с вами попытаемся проследить хроники восстания маковеев и так откуда взялись греки и что мы с ними не поделили ну ответ на первый вопрос откуда нашу голову в израиле иудеи взялись греки в 332 году до нашей эры величие один из величайших греческих царей полководцев завоеватель александр македонский присоединил иудеев к своей державе но он вскоре умер и его огромная страна разделилась на несколько греческих государств после смерти александра иудея поэтому стала частью греки египетского государства птоломеев так как эти греки и греческие государства любили повоевать друг с другом в результате многолетних войн между египтом птоломеев и греческой сирии селевкидов в 100 96 году до нашей эры иудея была захвачена и перешла под власть селевкидов то есть сирийских греков до начала восстания было уже много евреев и знатных семей которые начали сочувствовать греческой культуре и очень сильно даже помогали захватчиков греческая культура привлекала знать а греческая власть всячески поощряла этот интерес те кто публично отказывался от своей веры и от веры предков получал привилегии в крупных городах такой еврей мог занимать важные должности в администрации и освобождаться от налогов но при одном условии что он будет собирать их со своих еще не перешедших на сторону греков соплеменников в народе конечно росло недовольство потому что им правили евреи которые вели себя как иноземные греки грабили свой народ ради своих новых хозяев многие священники к сожалению тоже приметнули клинической элите храм стал предметом торга терпение народа переполниваясь тогда когда пересвященником назначили греки своего протеже начались волнения в ответ на эти волнения во втором веке до нашей эры в 170 году правитель сирии антиох эпифан 3 из династии селевкидов выступил с войском с войсками и захватил иерусалимский храм евреи конечно же сильно возмутились и тогда в следующем году в 169 антиох грабил храм и проломил стены в нескольких местах также осквернил его и всю храмовую утвар и увез в сирию 168 году недовольство переросло уже в столкновение это пока еще не маговийское восстание но антиох ввел в иерусалим регулярную армию и жестоко и кроваво падали подавил этот мятеж после чего он дал команду огречавшим евреям назначать насильственную и ускоренную или за или низацию всех евреев храме поставили статуи зевса принесли свинью на жертвенники и стали строго карать публично пытать казнить всякого замеченного в приверженности еврейской традиции перешедшие на сторону греков евреи активно участвовали в этом процессе показываю и подсказывая врагам наиболее болезненные точки в еврейской традиции под запрет попали такие заповеди как шма обрезание микват филин чтение торы шаббат кашрут и тому подобные заповеди которые сильно определяют еврейский быт во многом из во время одного из таких грейдов греки их пособники пришли в город мадиин они попытались под страхом смерти заставить одного престарелого священника мантисья у хашмана и принести свинью в жертву греческому богу вместо этого он спорол живот еврею который попытался составить его это делать и крикнул кто за бога за мной это стало девизом восстания его сыновья вступили за отца к ним быстро присоединились и другие евреи так началось великое восстание маковеев